Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на гип-поп. Сегодня я отреагирую на новую песню группы Light Sum. Я уже... Это новая группа от Cube. Я 4 месяца назад плюс-минус реагировал на их дебютную песню. И вот, наконец-то, пришло время камбэка. Мне эту песню, в общем-то, заказали люди с Патреона. Я устраивал голосование, как всегда. И вот в октябре одна из песен, которая победила, была именно эта. Песня называется Vivace. Это итальянское слово, которое означает, насколько я понимаю, что это яркий, энергичный, живой. Вот прям такое. Ну, в общем-то, понятно. Девчонки яркие, энергичные, живые. И песня такая же. Единственное, что забавно, это то, что первая песня называлась Ванила. Теперь Vivace. И, наверное, дальше будет Viva. Так далее. Может быть, не все песни, по крайней мере, заглавки будут на букву V. Называть. Кто знает, кто знает. Может, конечно, все и не так. А ладно. Не буду затягивать, товарищи. Спасибо еще раз людям, которые меня заказали. И перед начином реакции попрошу поставить лайк всего-то. А также поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Патреоне. Это Шура, Тед Купер, Алексей и Рома Антер. Давайте. Три, два, один. Поехали. Громко. Пока шумно. Чрезмерно шумно. Пожалуйста, уменьшите количество. Почему-то мне так напоминает это слегка IZONE. Ох. Звуки жуткие на фоне, честно скажу. Ну, зачем это? Правда. Блин, вайбы IZONE просто лезут из экрана. Я не могу показать пальцем, что именно, но... Понятно. Тоже Торопикал Хауси. Немножечко спокойный момент, потому что нет никаких жутких звуков на фоне. Звучат такие колокольчики, переливы. Серьезно, кто-нибудь уберет эту дрянь с фона. Я про звук. Девчонки очаровательные. В принципе, здесь все более-менее к месту, не считая этого звука. Разгон неплохой. Бодрая песня. Ой, песня. Репев. Хороший момент. Опять же, люблю такие вы знаете. Когда немножко вырубают звук с такой задержкой. Внезапно темп уменьшили. Типа в два раза. По ударам, по крайней мере. Ну, а сейчас разгонится. Да. Опять же, задержкой. Такое ощущение, как будто к концу они до того мешающего фонового звука избавились совсем. Вивачи. Вопросов нет. Сейчас проверю кое-чего. Секунду. Да. Что я хотел сказать? У меня просто качалась версия танцевальная и до сих пор за раз так и не докачалась. Давайте я сделаю паузу и вернусь, когда она докачается. Потому что в YouTube в последнее время чудовищно медленный. Хотя ладно, буду говорить, скачается, а то тоже паузу сделаю. В общем, песня нормальная. Меня она, не могу сказать, сильно цепанула. Она такая более-менее стандартная, веселая, бодрая песня. Если убрать, повторюсь, с фона вот этот жуткий звук, который по ушам просто ездит, тогда она будет еще бодрее, еще веселее, наверное. Пожалуй, не оригинальной, но тем не менее. Девчонки классные. Чуван замечательный. Связь с Ice One, пожалуй, наверное, в том, в частности, что Чуван тоже участвовал в продюс 48. И вот, пожалуйста, на эту группу попало. Я, причем, как-то, когда реагировал сейчас, начал реагировать, забыл. Вот он такой, это с чего? Ну, ой, господи, боже мой. Она здесь очень классная, красивая. У нее там глаза очаровательные совершенно. В общем, рад за нее, на самом деле. И что-то у нас скачалось. 68%. Давайте дальше еще болтать. Давайте поговорим о... Я не знаю, о чем, извините. Все, пауза, пока это дело не скачается. Скачалось. Так что можно смело смотреть. Вот. Это танцевальная версия, повторюсь. Официального перформанс-видео не было. Было только на этом канале, собственно говоря. Be Original. Студио Чум. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Вот. Да? Вам тоже это режет? Мне прям режет уши очень сильно. Слишком высоко. Еще частоты убитые, низкие абсолютно. Как будто звук звучит издалека где-то. Для этого не легче. О. Такая прям звезда. Мы ее, когда смотрели в прайде 48, почему-то называли Чудо-женщиной. Уже не помню, почему, но была причина там. Я про чем. Уже не помню. Этот момент люблю. Неплохой переход, опять же, к куплету очередному. К рэп-части. Да, со второй половиной песня вообще неплохо исправляется. Меньше бардака в ней становится. Такая более сконцентрированная. Ух. На чем вон еще платье, которое, ну, очень подчеркивает ее формы. Менео. Менео. Ну, блин, это же не мне одному. Ну, да, это очень похоже на песню Айз Ван, о чем я смотрел композиторов, нет, там композиторы, которые, по-моему, с Айз Ван, если и работали, то чуть-чуть, не над заглавками абсолютно. Этот момент мне особенно нравится. Да и хорео у них забавное, бодренькое такое. Миленько. В принципе, La Vien Rose хорошая. И, господи, Secret Story of the Swan замечательная. И есть еще некоторое количество песен, которые я слушаю абсолютно без проблем, просто не переслушиваю после этого. Я тоже вряд ли буду переслушивать, вот как-то не цепануло. Но, тем не менее, это было мило, это было бодро, это было весело. И, в общем-то, как-то так положительное ощущение у меня исключительно от этой песни. А у вас? А? У нас в квартире газа нет, потому что я не пользуюсь газом. А у вас? Вот. Ладно, спасибо, товарищи, за то, что прослушали. Поставьте лайк, подпишитесь, если вам хочется. Если вы не первый раз слушаете мои реакции, то какой смысл их слушать отдельно? Ну, лучше подписаться. И поставьте, нажмите на колокольчик, чтобы уведомления приходили, да? Треодически так и прибегают, говорят, по колокольчику, или даже не по колокольчику, а по зову сердца. И поставьте лайк, я уже это сказал. Все, ладно, поддержите на Патреоне, но не обязательно, это как хотите, это по вашему желанию уже. Но зато я очень большое, большое говорю спасибо людям, которые меня уже поддерживают на Патреоне.